сегодня 2 октября доски начинаем просмаливать отработка потом антисептик купили отдельно доска 6 метров еще шести сторон это вода сейчас торца подравнивает сергей никита там держит резиновые обязательно рукавицы вот они какие потому что все опасно вчера начали не было перчатки все полетели пришлось руки помыть вот идешь игр дает обработку обработку перчатки надежно сильно дала я сейчас посчитал посмотрел надо нам перекрасить вот это вот примерно сейчас вообще удивительно много 400 квадратных метров почти но это можно представить себе что это такое 400 квадратных метров фото 100 метров длиной и 4 шириной 100 это все это надо натирать натирать и натирать так отодвиньте их сторонку вон ту из-под них вы выбери володя которая лежит влага маленькая никита не прижимайся только вытащи ее и отодвиньте с того с конца сергей там привязывает вот забиваем арматуру по метру вот она как получается наискосок к лаги к лаги наискосок вот так вот так вот отработка работают специальная вязаль на есть проволока хочу показать что это такое вот это у нас проволока вот она арматура горящая катана периодическая и долго тоже спрашивали как от лага лежит к лаги снаружи сала так наклона должна быть и вторая с той стороны мы потом проволока у нас вязальные павел дал вот она ножом этим по железу который отрезаю переламываю и сергей вот перевязывает я покажу как это ведь и заматывает за ту за другую крупным планом не знаю можно понять или нет чтобы вода весной не оторвала не по не пострадала сережа быстренько те две заматывай никита отодвиньте отодвиньте и занимайтесь скорее этими отодвиньте вот эти три чтоб сергей мог там завязкой заниматься не нормально вот эти сдвинься маленькой мне нормально ну все 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 вот теперь нормально давай вот они уже забиты вот он забил я их топором это метровые примерно в землю в грунт выше теперь вырвать ее одна из косок прямо это практически невозможно все основательно сделано но это стихия вот дальше тоже видите забита следующие тут посередке сделали посередке вот она посредине как раз вот она его видать как ну еще мы сегодня поехали мамонтово наши договариваться за песком все вооружились как надо начальника нет уехал куда-то на семинар в город а бухгалтерии кому там платить мамонтово то где-то почти 60 километров вернулись ни с чем платить за машину это и так понятно вот пятница сегодня а завтра суббота выходной воскресенье обещают дольше в понедельник у нас последняя неделя хоть криком кричи ничего не получается вот что это да у нас размоталась да размотал давай перевозь несколько раз ее так крепче она слетит все равно ее надо гвоздем прибивать перематая я прибил гвоздем она размахала разлохматилась все скручивай затягивай и скручивай вот так ну никита ты просился мазать тебе дали мазать дал тебе перчатки чтобы во внутрь не попала грязь это ну грязи называют обработка себе не прижимать только повернулся он уже ползет по доске вот так то есть я говорю я тебе дам я не знаю что делать будешь неправильно это я точно знаю но что именно неправильно не знаю значит мазилку по земле поволочил значит глина будет главное в глине ничего не будет промазать а так и получилось второе что то это но не отчаивается главное везде он новинку вносит такую новинку что только и думаешь бедная юродивая русь и главное юродивых подвиг такой великий они добровольно отказались от своего разума до пренебрегающей мудрость глупый глупец у бога выше всякой просьбы это пропросение о мудрости а здесь именно дурость василий блаженный храм василия блаженного только скажешь юродивая русь все проиграли и национальный герой это иван на печке дурачок рыба какая-то то все придет какой-то дурак и все нам разрешит тьфу слова проблемы не люблю но чтобы люди поняли никто ничего не разрешит надо работать очередь принесли лес так конечно счете тут я уже не знаю что за него заплатил вчера еще пришлось платить пятьдесят видно уже и с лишним даже тысяч залез ну а что сделаешь вот эти лаги бруски они 10 на 5 по размеру напилили вот так показываю везде где а вон там лежит пятерка надо одну пятерку распустить нам на три бруска мне на 3 это много на на 15 всего ну почти по 4 или брусок распустить один другой мне нужно несколько тут мест таких делать будем поднимать уровень воды тут надо прибивать бруски ну сергей приворачивает хорошо приворачивание сколько раз вокруг ее а это не помешает все переходи на этот вот эту вот и сделал здесь вот надо было убрать никита подними вот эту доску убери вот эту доску на эту сверху подними здесь должно быть где-то я же забивал так еще ну туда подвинь на ту сторону вот она вот а вот 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 она где вот вот это правильно вот она забита как благо показано это наш пруд лагерный потому что лагерь тут главную работу ведет так и называется лагерных и и что видно было какая тут красота камыши хороши сколько здесь красоты вода как это все благотворно влияет на человека вот как снимаем видео висит готова вот меня спрашивает на опять ну почему вы не закрываете этот бунтует там дудин священник я показываю допустим священником православным они глядят да не какой-то не священник а то шпаненок какой-то чего вы верите то он надел одежду специально вы встречались с ним нет а зачем вы говорите что православные такие священники это те которые служат из его же епархии они подтверждают что не может быть священником такой хулиган он рвался к власти власти упивается да разве может сказать верующих человек священник человеку мирянину власти упивается а ты чем упиваешься до 30 лет нельзя ставить священники шестой вселенский собор давайте я помажу 14 15 правил дай ему володя пускай мажет можно давай никитушка старайся поближе чтобы ни одной ошибки у тебя не было что я тебе предсказал ты сразу все повторил давай на колени не становиться понял нет маш чтобы на пол меньше попадала раствор рвался к власти а что он умеет делать что не знаю и священники да никакой это не священник ну как нет он говорит я священник я томской епархии да бросьте вы это хулиган какой-то вам лапшу вешает на уши и вы поверили ну поверил я потому что со священниками встречаюсь я подтверждаю что это хороший священник у него главное угодить архиереи он вокруг этой колокольни бегает подвизгивает и хвостом махает он для него ничего нет я говорю ничего я и не засемневался даже никакой это не священник перестаньте вы это ну вот так если то брату моему там он знает сказали нарушает но об этом что брату сказали нарушает там иларион и проще это разве не знает патриарх а только на мы приглашали патриарха кирилла и он ответил там савва дело производителя он епископ но я не знаю может быть он и митрополит какой но обычно там какие-то звания у них есть дело производитель то и отца якима называет ваше высокопреподобие ясно дело что они не могли не справиться прежде чем дать такой ответ патриархия ну вот они какая-то уличная организация они обязательно справились и они знают и архиерей здесь сам произносит русской православной церкви за границей первая иерарха илариона он нигде это не поминает только у нас а дудину на надо ухватить за это дело то по неволе подумаешь что он не молится он безбожник если только это священник это ну хитрый волк вполз он позорит церковь он нападает где не надо он не знает что паста вся развращенная любой негодяй себя любой преступник считает православным то есть планка понижена до предела в грязи лежит ни с какими баптистами ни с кем нельзя сравнивать тех кто называется православным православными я говорю цепеникова у нас в этом евгения павловна в техническом университете 5 лет вела исследование 3000 студентов 100 групп она нашла 98 и 9 десятых крещеная что-то знает о целомудрии о боге 0,3 десятых то есть на 300 крещеных только один что-то немного знает я это антониум осендище епископу показал он а я как-то не заметил материал так он вашей газете алтайская миссия был я же из газеты взял как патриарх алексей говорит я покажу церковная хроника о священниках каких бандитов на принимали в церковь от священника пахнет водкой табаком сколько жалоб идет а этот крестит он не знает крестить он нарушает все правила кого попало прищищает при живых женах венчает если эту дудку то взять да разломать да там червями кишит этот труп я и говорю что церковь превратили в скотомогильник скотомогильник почему я явился к погибшим овцам израиля овцы погибшие там где овцы погибшие это скотомогильник называется не кладбище ничего тут нет хулительного а что я сказал патриарху ну патриарх за себя заступиться счеты лезешь ты перед ним вылупаешься то патриарх сознательный человек он может меня вызвать побеседовать и сказать что я не такой вот ты сказал обо мне а это именно показать и хвостом виляет и заглядывать я понимаю как он нигде никаких заслуг то нету а только как чего изволить с такие они были всегда перед царем крутили хвостом и тут же отреклись и сегодня точно так же он мазать вот так это не будет это смола ему вечности уготована если это священник поэтому я могу сказать только что и не очень я уверен то что это священник пишет то действительно какой-то шпаненок может присосался и тут как-то добродеев сказал там один пишет я и романах он какой-то романах шкура ты не чистая зэк какой-то сидит выдумывает пишет он ничего не может сказать он не может об ивановской веры слова сказать а каноническая с утра до вечера 413 правил нарушают 413 вдумайтесь в эту цифру и торговля и таинство все извращены и оглашенные за идите не выполняется они не знают кто оглашенная все извращено до беспредела и ко мне привязываются а я положил жизнь на то чтобы каноны исполнялись а у вас трупов нету то есть мощей нету ну нету нету у меня дома они не спят а в церкви что требуется